Доброе утро, Бокертов. Сегодня я постараюсь ответить на вопрос, как не путать глаголы нефаль в прошедшем и настоящем временах. Спонсор этого урока Михаил П. Большое спасибо Михаилу за поддержку нашего проекта изучения еврита в интернете. Этот материал предназначен для изучающих еврит на среднем уровне. Я хочу отметить, что в подавляющей массе глаголов нефаль мы эту проблему не почувствуем. Я сначала приведу примеры, где мы не чувствуем этой проблемы. Сравним глаголы в настоящем и прошедшем времени. Например, они нефдак, я проверяюсь, говорит мужчина. Они нефдакти, я проверился, я был проверен, ну как бы меня проверили, получилось. И нет проблемы у нас здесь. Они нефдак, это настоящее время. Они нефдакти, это прошедшее время. И не сгерит, это в настоящем времени она закрывается. И не сгера, она закрылась в прошедшем времени. Нет у нас проблемы, глаголы отличаются друг от друга. Анахну нехнасим, мы входим. Это настоящее время. Нихнасну, мы вошли. Прошедшее время глаголы отличаются. У нас проблема появляется только, когда речь идет о глаголах мужского рода, единственного числа и в третьем лице. То есть, он. Приведу пример. Гу нестам. Это он засорился или он закупорился. Например, о трубе мы говорим. И это можно понять, как в настоящем времени он закупоривается или закупорился. То есть, и в настоящем времени у нестам, и в прошедшем времени. Извините, у нестам. И у нас проблема, как понять это? Закупоривается, засоряется или засорился. Закупорился. И предлагают нам использовать слово Ахшав. Для того, чтобы подчеркнуть, что речь идет о настоящем времени. Например, предложение Ацинор Ахшав Нистам. Но на практике это не всегда сработает. Потому что слово Ахшав означает в данный момент, в эту секунду. И предложение, например, для человека, который работает в сантехнике, в инсталляции, то что на иврите, исправляет проблемы канализации. Если он слышит слово Ахшав Нистам, для него ассоциация, что уже проблема существует. То есть, закупорился и засорился. Труба засорилась. Слышит Ацинор Ахшав Нистам. Он понимает, что труба в эту секунду засорилась. И сейчас есть проблема. Так он это поймет. То есть, здесь не зависит от того, какое слово мы используем сейчас, или еще что-то. Какая ассоциация у человека срабатывает. И как же тогда эту проблему решить? Как сказать в прошедшем времени, чтобы подчеркнуть? Например, другие варианты. Ацинор Ахшав Сатум. Эта труба сейчас засорена, закупорена. Или Ешстима Бацинор. Есть засор в трубе. Стима это может быть еще и пломба. То есть, есть разные варианты перевода этих глаголов. И в данном случае слово стима. То есть, можно для того, чтобы подчеркнуть, что речь идет о прошедшем времени, использовать какие-то другие конструкции. Где может быть даже будет не глагол, а другая часть речи. Но теперь вопрос возникает. А как же все-таки подчеркнуть, что мы говорим в настоящем времени? Что труба не засорилась, а засоряется. Например, я хочу сказать. Труба засоряется каждый месяц. Я пытаюсь сказать дословно. Ацинор не стам коль ходыш. И у меня получается. Труба засоряется каждый месяц. Или труба засорялась каждый месяц. И непонятно, что я хотел сказать. Мне придется опять какие-то слова добавлять, чтобы было понятно. И поэтому, при наличии опыта, я могу построить предложение иначе. Например, Ешь стимот бацинор коль ходыш. То есть, есть засорение в этой трубе каждый месяц. Я могу и в прошедшем времени сказать. Аю стимот. То есть, были засорения. Но тогда получится, что труба засорялась. Или, например, Коль ходыш ацинор азе яхол йо цатум. Каждый месяц эта труба может быть засорена. А по смыслу, как засоряется каждый месяц. Или еще какой-нибудь вариант. Коль ходыш ацинор азе алюль ли сатем. Алюль это то же самое, что яхоль, только с отрицательным значением. Каждый месяц эта труба может засоряться, закупориваться. Или, например, я могу использовать будущее время. И я скажу ацинор и сатем коль ходыш. Эта труба будет засоряться каждый месяц. Прогноз. То есть, она сейчас не засорилась. Будет засоряться каждый месяц. По смыслу, как засоряется каждый месяц. Теперь, кто-то не согласен будет с тем, что я сказал. Ему мои варианты покажутся не совсем правильными. Не совсем хорошими. И он предложит какие-то другие варианты. Я исхожу из того, что нет единого правильного варианта. И, скорее всего, человек, который со мной не согласится и предложит что-то другое. Он будет тоже прав. Я с ним не спорю. То есть, у нас есть проблема для передачи настоящего и прошедшего времени в упомянутых глаголах. И эту проблему нужно решать то, что я предлагаю при помощи построения конструкции без глагола в настоящем или прошедшем времени. Чтобы однозначно было понятно, что мы хотим сказать. И это сделать можно только при наличии опыта. Когда наш словарный запас и опыт позволяют такие предложения строить. Я надеюсь, что это все-таки было полезно. Спасибо за внимание. С вами был Марк Лейтроуд. До свидания.